МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Капиталисты на дожде". Добрый вечер. В эфире программа -"Капиталисты на дожде". Я Марина Малыхина. Это новый сезон. И сегодня у меня в гостях Михаил Куснирович, глава группы компании Боско Дичи Леджи. -"Капиталисты на дожде". Ну, здравствуйте. Меня просили не говорить, что я отец, сын, муж, племянник, брат, сват и так далее. Меня просили обязательно говорить много про ЕБДУ, про то, какой я частный предприниматель, что у нас миллионы-миллионы магазинов-магазинчиков и магазинищ. Меня просили говорить, что я крупный, вы сами это видите, бизнесмен, но я не очень умею делать именно про это. Тем не менее, 5, 5, запомните этот цифру, даже больше, чем 5 тысяч моих коллег из большой такой частной, зависимой от всех вас компании Боско Дичи Леджи, вот, которые я пришел сюда в воскресный день порадовать. Капиталисты на дожде. Если вы потерялись, встречайтесь у фонтана. Есть еще фразы, способные вызвать ностальгию по советскому прошлому. Этот фонтан – лицо гума. Нынешние молы строят ресторанные дворики, катки и даже океанариумы, только чтобы выделиться и привлечь покупателя. Главному универсальному магазину этого не надо, он и так сетепримечательность. Вот на знаменитые мостики между торговых галерей приходят фотографироваться молодожены. В Москве есть другие крупные магазины. Главный конкурент гума – ЦУМ или огромный европейский. Но пройдя по ним, вы не найдете 10 отличий с такими же универмагами в любой другой европейской столице. У гума узнаваемое лицо. Его хозяин Михаил Кузнерович законсервировал здесь эпоху застоя. Он воплотил мечту, наполнил советское прошлое итальянскими товарами. Чтобы продавать лакшери, мало сверкающих витрин. В Италии все это можно купить дешевле, но только здесь покупатель из Сургута или Нового Уренгоя почувствует себя в центре империи. Гум расположен в историческом здании верхних торговых рядов. Длина вот этого фасада, выходящего в ветошный переулок – 122 сажения. На торжественном открытии в 1893 году присутствовал генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович. Кстати, договариваться с властями – это еще одно уникальное умение Кузнеровича. Но кто еще сможет получить 75 тысяч метров лучшей торговой недвижимости в Москве в аренду до 2059 года? Капиталисты на дожде. Итак, со мной в студии Михаил Кузнерович. Мы поговорим об устройстве его семейной империи. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Как вам наш мини-фильм? Вы смотрели как-то так, со скептицизмом? Очень… Все очень хорошо. Все очень хорошо. Передача называется «Капиталисты на дожде». Показали все, что таких штампованных на средствах массовой информации показывают по этому случаю. Что не показали? Как вам кажется? А надо было бы показать? Ну, мне кажется, что вопрос «надо» не стоит. Есть такая позиция, что «капиталисты» – они вот такие, и законсервировать эпоху застоя – это лучший комплимент. Это также далеко от жизни, как часто телевизор от того, что мы видим каждый день. Вот мы для этого такие ролики, видимо, и делаем. Чтобы у нас, во-первых, была площадка для полемики, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы поближе познакомиться и понять, как все действительно у вас устроено. Ведь устроено ведь по капиталистическим тоже каким-то нормам. Я не думаю, что нужно устроить полемику, потому что, ну что с телевизором полемизировать? Зачем? Ведь полемика, скорее, мирное сосуществование и взаимопроникающее, оно происходит не через телевизор, а через прилавок. То есть, если человек приходит, в конце концов, покупает пальто по тем или иным соображениям, ну, значит, он не подвергся влиянию средств массовой информации. Но подвергся вашему влиянию. То есть все ваши усилия были ненапрошены? Более такая точная работа. Дело в том, что мы всех знаем в лицо, а на телевизоре, наоборот, вас знают все в лицо, ну, а вы уже как-то лишаете себя этого удовольствия. Были показаны торговые центры, ведь сейчас много стало, да, и атриумы, и европейские, и меги различные. Как вот в этой конкуренции вы себя чувствуете? Замечательно. Я вообще считаю, что чем тверже конкуренция, чем больше приходится с удовольствием преодолевать и делать, тем лучше для конечного потребителя. Ну, то есть есть выбор просто. Ну, выбор-то и есть, на самом деле, роскошь, которую, вот как раз в эпоху застой, мы не могли себе позволить, а сейчас, по-моему, можем. Вот такая цивилизованная розница, которая возникла у нас за последние десять лет. Насколько все-таки конкуренция, насколько вы учитываете ее? ЦУМ — одна история, атриумы, меги и так далее — это другой сегмент. Кто ваш сейчас? Давайте так предметно говоря, если все, чем мы занимаемся, сводить к ГУМу, то это немножечко несправедливо. Я встану и уйду. Как здорово, что вы это сказали. На этот случай, по нашей доброй традиции, у нас есть много всяких карандашей. Я думал, что много, на самом деле, всего три. Но как это устроено? У нас ведь действительно есть понимание, что есть ГУМ, есть Михаил Коснирович, есть Боско Дичеледжи. Из чего складывается вот ваша империя? Чем вы руководите? Ну, смотрите. Вообще не так. А как? Вообще, сначала, мне кажется, так бывает почти у каждого, есть мама и папа. Ну, естественно, бабушки и дедушки. Потом появляется, ну вот, допустим, Коснирович. Потом появляется Коснирович с Моисеевой. Это жена. Потом появляются здесь уже маленькие Коснировичи. И вот здесь появляется еще большое-большое количество людей, которые называются вот так вот Боско Фэмили. Боско Фэмили. И вот сюда входят, например, приблизительно 5 тысяч человек, которые с одной стороны прилавка, и приблизительно, ну, допустим, 205 тысяч человек, которые как минимум 4 раза в год, у нас есть такие градации, приходят с другой стороны прилавка. Четыре раза в год — это сезонность или это... Ну, просто вот мы приняли решить такое, это такая вот градация есть — активные покупатели. Активные покупатели — вот те, которые четыре раза в год пришли. Сумма чека какая? Это неважно, какая, кстати, сумма чека. Это может быть чек на чашечку кофе, а может быть чек на дорогущие часы. Просто вот четыре... Вы их не сегментируете по чеку, по... Сегментируем, но это невозможно сделать в каждом из подразделений, есть свой показатель. Свои чеки, свои показатели. А в целом вы их оцениваете как 205, ну, приблизительно 200 тысяч активных ваших лояльных... Да. А потом еще есть постоянные покупатели — это больше двенадцати приходов, покупок к нам. — Это все те люди, которые имеют карточки Боска, да? — Это вот как раз те, которые имеют. — Те, которые с карточками, счастливчики. — Я бы сказал, что это не карточки, а либо свидетельство о вступлении, либо паспорта. Потому что когда начальная стадия — это выдается свидетельство о вступлении в Боска Фэмилии. А потом выдается уже паспорт настоящего семьянина Боска Фэмилии, и все так. — Но это идеология и маркетинг. А с точки зрения хозяйствующих субъектов как это? — А в этом все и речь. Хозяйствующих субъектов много. Больше 250, что называется, doors. Но вот эти doors — они от 50 квадратных метров до 3000. Это все одно. Конечно, ГУМ — это один из важных моментов. Мало того, что… — Обновим. — Просили все по-честному это делать, поэтому… Вот есть Боска. Боска, конечно, много в Москве. Потом есть Санкт-Петербург. Потом есть Самара. Потом есть… — Это ваша розница, это не франшиза, да? — Потом есть Екатеринбург. Потом есть Сочи. Да. Потом даже есть маленький такой Милан. Это все можно увидеть в «Боскар-магазине». Вот возьмете и там прочтете. Я почему не ответил, что значит франшиза, что значит наша розница. Но мы продаем пальто. Мы также продаем сосиски. Лечим зубы, спортивную одежду, ароматы и кремы. Мы можем продавать чашечку кофе или тарелку супа. И вот все это вокруг человечка, который является нашим хорошим другом, товарищем. Еще мы устраиваем фестивали «Черешневый лес». Еще мы ездим на Олимпиады, еще мы… Всяческое много всего. Это наша… Это большая холдинговая компания. А есть еще здесь, допустим, «Боско-Москва». А есть «Боско-Нева». А есть «Боско-Волга», «Боско-Урал» и даже «Боско-Ривьера». Это стопроцентные наши дочерние компании. Это все ваши компании. А франчизинг здесь ни при чем. Франчизинг – это когда мы, например, с Макс Маррой заключаем договор. Если это американское право, то часто это называется «License Agreement». А если это европейское, континентальное, часто это называется «Договор франчизинга». И как вы всем этим управляете? Потому что все же ведь требует невероятного количества времени. Как вы принимаете решение, над чем работать в данный момент? В 1991 году было меньше нас. И поскольку это поступательное движение, то как-то это еще удерживается. – Ведь много всего. Как принять решение, что сегодня вы занимаетесь зубоврачебной клиникой, а завтра вы занимаетесь опять спортивными костюмами и экипировкой сборной? – Ну, было бы идеально, конечно, чтобы это принять решение. Но частенько получается так, что тот, кто первый прибежал и начинает стучать… – Что у меня проблема, помогите, дайте мне там что-нибудь. – Ну, например. – Ну, это же все жонглирование, мячики в воздухе. Постоянно все это должно… что-то должно не упасть. – Мне кажется, что это люди на земле, и рядом они мячики в воздухе, поэтому ответственное решение, конечно, нужно принимать, видя вот всю эту картинку, зная, работая чуть иначе, наверное, чем компьютер или сетевой график. Ну, в общем, иногда это получается. – А как вы с 91-го года эволюционировали с точки зрения организации процесс? Ведь в 91-м году наверняка это была исключительно интуитивная история. – В 91-м году было гораздо больше незанятого. Сейчас, конечно же, это все от нашего классического марсистско-ленинского образования. – Но в 91-м году… – Есть субъективный, есть объективный фактор. – Конечно. – Объективный фактор говорит о том, что, выбрав человека в качестве основной и единственной цели, горизонт планирования огромный. И все, что так или иначе может его порадовать, ну, вот это будет востребовано. – Подождите, в 91-м году вы не были профессиональным управленцем? – Нет. – Вы закончили у вас свое образование совершенно непрофильное к управлению или к менеджменту? – Я чуть раньше закончил, в 89-м году, химико-технологический институт имени Меделеева в Москве. И причем мы были такими молодыми специалистами. – Совершенно не в области какого-то бизнеса или организации бизнес-процессов. Ошибки-то были по пути? – Я уверен, конечно, и они сейчас есть. Конечно, есть. И слава Богу. – Какие ошибки? – Но ошибки в чем? – В организации процесса, именно в выстраивании команды, может быть. Вы же пришли к решению, что у вас, вот как на первом нашем… на вашем графике была исключительно семейная история. – Вы, правда, делаете допуск, что это я вот здесь принял решение про папу и про маму? – Ну, вот про организацию вот этой части. – Даже вот здесь уже хорошо, что удалось принять решение. Или что мне сейчас удается принимать исчерпывающее решение вот здесь, про маленьких Кушнировичей тоже нет. – А про организацию Bosk Family, про организацию всего бизнеса, я думаю, что это все-таки… – Это очень взаимозависимые вещи. Невозможно находиться в иллюзии, что, будучи самым, так называемым, частным предпринимателем, ни от чего не зависишь, сам все принимаешь решение, такой молодец, сидишь на стуле, даешь команду. – У меня есть моя любимая фраза. Вот как вы к ней отнесетесь? Организация… – К вашей любимой фразе я сразу отношусь хорошо. – Да. – Вы говорите, применима ли она к вашей организации? Организация есть отражение неврозы ее руководителя. – Как вот вам кажется? – Ну, как скажете. – Применимы или нет? – Ну, часто неврозы нивелируются более стойкими, менее нервозными… – Членами команды. – Да. Но, конечно же, отражением или продолжением чаще всего я хотел бы видеть свою организацию. То есть я более того настаиваю на каком-то этапе, что принимаются решения, и потом идут вот эти вот волны. Они, к сожалению, по физике угасающие волны. И на вот этих перекрестках должны находиться ретрансляторы, которые раз так подзарядились отсюда и сюда выдали не угасающую, а наоборот возбуждающую энергию, энергетику. – Сколько в непосредственном подчинении у вас человек? Десять? Вот с кем вы ежедневно работаете? Пятнадцать, двадцать? Больше? – Больше. Это по правилам всяческим, теоретически многовато, но больше. Я думаю, человек пятьдесят. – Это непосредственно в таком ежедневном контакте? – Это те, кто может мне… – Позвонить, войти? – Мне позвонить. Я позвонить могу всем, но вот мне, наверное, человек пятьдесят. – А были случаи, когда вот из этих пятидесяти кто-то сделал что-то такое, что вы действительно были готовы, например, уволить, расстаться с человеком? Что должен сделать сотрудник или что он не должен сделать, чтобы вдруг не оказаться уволенным? Вообще легко увольняете людей? – Мне вот сразу на сколько вопросов ответить? – Всего лишь один. – Нет, конечно, очень тяжело увольнять людей. Я не могу сказать, что я увольнял. Я расставался, конечно, с людьми, но так… Вот особенно сейчас это какой-то отдельный момент. Они все возвращаются. Вот большинство с тем, с кем по тем или иным причинам я, мы расстались, сейчас все возвращаются. – Приходят обратно. А какие причины в основном, если увольняете? – Ну, дело в том, что есть большая ответственность. Вот, ну, я должен встретить завтра. И я иду туда. И я очень рад, что люди со мной разделяют этот путь. На каком-то этапе я это допускаю совершенно спокойно. Что человек может устать, подвернуть ногу, заглядеться на красивый пейзаж. Ну, это не… К сожалению, это не может, или к счастью, прорвать вот общее движение. – Правильно я вас поняла. То есть, если человек отвлекается на что-то, не исполняет своих обязательств, и в данном случае ответственность, которая на него возложена… – Если мы все идем, несем там какой-то тяжелый груз. Я частенько ходил в походы. Ну, несут байдарку. Ни один же человек несет. Несколько. И если один из них отходит, это не значит, что байдарка падает. Просто он отошел. – У вас много разных бизнесов. Как вы принимаете решение, во что вкладывать? Это интуиция или это есть какие-то внутренние показатели? Нормы прибыли не ниже, чем 20% или же еще? – Безусловно, интуиция важная. Безусловно, желание разукрасить пространство рядом или как-то придумать, выдумать что-то новое для жизни – это важный фактор. Вместе с тем существуют процедуры. Процедуры инвестиционного комитета. Он то и есть, этот инвестиционный комитет, то мне так уже это начинает нравиться, что я думаю, ну, пожалуй, без него. – Без комитета. А вы можете обойти комитет и сказать, товарищ, не надо, комитет сегодня не надо. – Ну, а как получается новая инвестиция? То есть формируется прибыль, она уходит в бенефициару, ну, то есть мне. В конце концов, ну, можно тогда я буду сам уже и делать эти ошибки и сам так или иначе решать? Другое дело, что, безусловно, мнение всех тех, кто рядом – это очень важно, потому что это не может быть чисто мое развитие, чисто мое решение. Если я не сумею влюбить в себя людей, с которыми я проживаю этот участок жизни, это чаще всего обречено на такую сложную жизнь. Иногда, как бульдозер, я могу это все-таки продолбить. Но это тоже довольно тяжело. Когда все вокруг говорят «нет-нет-нет», ну… – Нет, все равно пойду. – Во-первых, это может быть правда, что лучше этого не делать. А во-вторых, это может быть, что мне надоедает… – Например, от чего вы отказались? Что все говорили «не надо» и в итоге согласились и сказали «не пойду действительно в это». – Чего-то глобального такого? – Ну, какой-то бизнес-проект, например. – Ну, кстати, есть. Кстати, есть. Вот в Петербурге у меня было там желание сильно много развить. У нас сейчас уже там 18 магазинов успешных и так далее, но был большой проект инвестиционный. – По покупке чего-то? Какого-то здания или какого-то актива? – Ну, в том числе, да. – И почему решили не идти? – Ну, все говорили «нет». И мне так уже было тяжело. Это же невозможно жить. Допустим, я смогу это сделать на моменте запуска. Но чтобы это приносило радость, успех и все остальное прочее, ну, это нужна вот очень сильная ретранслятор. И если их нет, то, может быть, действительно это не стоит делать. – А кто круг этих лиц? Это вот этот инвестиционный комитет? Это супруга? – Это все семья. Все вот эти вот родственники. – Говорят, денег не дадим, Михаил, да? – Да нет. Не кидай туда денег. Не занимайся этим. – И так хватает головной боли или что-то еще? – Ну, это да, да, да. Не надо этого делать. – Перетехать? – В лучшем случае. Это я мягко говорю. – А как-то есть какие-то возможности, вот как попасть в этот круг семьи? Вот как каким-то управленцам, которые на высшем стопе стоят? – Посмотрите, лодочка. Лодочка вот такая. Тут сижу я толстенький с ручками и с веслами. Что-то грибу стараюсь. А вот тут вот сидят все вот это семейство. И мне все время говорят, куда грести, каким веслом, брызг много. Вот все советуют хорошо. – А вы можете бросить весла в какой-то номер, сказать, товарищи? – Нет. – Теперь сами, раз вы такие умные. – Нет. Я пытаюсь иногда их передать. Говорят, погребите немножечко. Это… – И часто подсаживаются греститы? – Ну, понимаете, как минимум я сделал запас весел. – А дальше, видимо, посмотрите. – Да. – Михаил, мы сейчас приберемся буквально на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами. Самое интересное мы узнаем во второй части передачи. Итак, это снова «Капиталисты на дожде». У меня в гостях Михаил Куснирович. Продолжаем нашу беседу. – Михаил, после таких замечательных рисунков, к более, наверное, таким, более строгим, что ли, формальным бизнес-вопросам, все-таки насколько ГУМ и вообще недвижимость – это тот важный фактор успеха, который вам помогает строить то, что у вас есть? – Ну, считается, что вот это расхожее довольно-таки… ну, необъяснимая фраза «локейшн, локейшн, локейшн» – это единственный и главный успех того или иного дела – предпринимательства в области розничной торговли. Я довольно-таки так спокойно отношусь к этому, потому что не все этим исчерпывается. можно генерить приход людей, а можно им пользоваться. Если на том или ином этапе нам показалось, что мы должны взять стратегическую ответственность за то, каким вообще будет ГУМ, ну, потому что потоки немного мешались, мы находились на первой линии и вот двигали там свою идею – «Москопространство» на всех остальных линиях, этажах и так далее. продавались шапки… Матрюшки… Ну, и всяческое другое. Ну, да. Да, это важно. То есть есть точка перегиба. Так же, кстати, как универмаг «Весна» на Новом Арбате. Вы говорите «ГУМ-ГУМ-ГУМ». «ГУМ» – это, ну, треть нашего общего предпринимательского пыла. И оборота тоже. Да. Или нет? Да. Финансовый смысл? Ну, конечно. Одна треть оборота всей вашей империи составляет… Я так не люблю слово «империя». Давайте подберем другое слово. Давайте. «Боск фэмли». Ну, да. Так удобно. Пространство «Боск» – да. Пространство «Боск» – да. Треть. А весна? Ну, весна и еще… там, 15 процентов. Одна треть соответственно. Я, кстати, не дорисовал. Вот там начиналась… где Москва… Вот в Москве большие у нас есть. У нас есть «ГУМ», у нас есть «Петровский пассаж», и у нас есть «Весна», это то, где мы несем ответственность, где много наших магазинов. Есть еще «Смоленский пассаж» и прочие, как мы называем. Москва – это сколько процентов от вашего бизнеса? Эээ… довольно много, конечно, довольно много. Вот 80 на 20? Две трети. Две трети? Две трети, да. Всего бизнес все-таки это Москва. Да. Две трети – это здесь, 65 процентов – это здесь, и вот все остальное – это еще одна треть. Дело в том, что помимо вот этого, у нас же теперь очень много всяческих «Боскоспортов». Их уже почти 50 по всей стране. от Калининграда до Владивостока. Вы как компания не разглашаете ваш общий объем продаж? Это закрытая информация? Я даже не понимаю, почему она закрытая. Вот я прочитал тут 200 самых непубличных компаний в «Форбсе». называют оценки. Там написано 15 миллиардов. Ну, она вообще не учитывает, например, гум как гум. Потому что есть «Боск» со своими… Ну, есть профильный бизнес, а есть бизнес по сдаче в аренду площадей. Не только. Не только. Например, «Де Юре» – гастроном в гуме – это гум. Или там все наши столовые, кабинет хорошего питания, или очки, обувь, что-то еще. И это еще дополнительные там… То есть 15 миллиардов оценили мало? Ну, я просто не знаю методики, которые оцениваю. Ну, будем это брать за отправную точку. То есть больше. Не согласны. Нет, если какую-то там часть вычленить – это правильно. Но, по-моему, там многое, что не учтено. Сколько надо добавить, чтобы была объективная картина? Ну, три четверти там учтены точно. Мне так кажется. А вы в абсолюте свою цифру уже естественную погоду знаете? Знаю, но это вообще… Не меняет дело? Да, честно говоря, да. Это не какой-то рубикон, после которого что-то становится. Конечно же, переход количества в качество – он важен. да, но мы сейчас в таком периоде, когда лично тоже сам не можешь управлять этими магазинами, магазинчиками, кафе и клиниками, зубодравительными. И, с другой стороны, выход вот на все эти публичные размещения… Ну, а IPO не рассматриваете? Нет. Почему? Ну, потому что… Ну, нет такой цели. То есть, своих денег для развития хватает? Ну… И не нужно с внешнего рынка их привлекать? Понимаете, как только развитие становится неконтролируемым, а глубина его, она очень в рискую зону уходит. Мы стараемся иметь операционную прибыль от каждого проекта. Если у нас 250 проектов, то желательно, чтобы все 250 имели положительную цифру в конце года. Если это, там, из 250 10 неуспешных, мы это еще можем пережить. У вас есть дотационные проекты? Ну, конечно, есть. Ну, это отложенное развитие просто какое-то, видимо. Ну, отложенное или ошибочное, или что-то еще. А ошибочные долго тянете проекты? Нет. Четыре сезона. Четыре сезона? Угу. Вот четыре сезона, если у нас есть минус… По марке или по… По месту, по открытому. А из 200? Если большой проект, вот большой там, то это шесть сезонов. Если это отдельно взятый магазин, то четыре сезона он должен выйти на плюс. Бизнес-гигиена какая? Это 20% прибыли, это минимум, иначе вы не рассматриваете. И эти шесть сезонов вы считаете, исходя из этого? Мы считаем в этом инвестиционном комитете, в те периоды, пока он функционирует… Когда вы ему разрешаете функционировать? То там 15% заложено. Это чистая прибыль же, 15%? За вычетами всех обстоятельств. То есть это не беда, а просто… 15%… Ну, мы идем… Пытаемся выходить на 15%… Ну, то есть должна быть выше, чем стоимость денег… А какие марки, например, вы никогда… Марки, проекты… Вы никогда не пустите в ГУМ или в другие ваши торговли? Мне сложно сказать, что никогда. Я вообще не люблю закрывать дверь перед какими-то возможностями. Ну, как… Ну, вот вы едете в поезде. На какую станцию вы никогда не выйдете. Ну, нет такой станции. Очень понравилось, вышел или… Пить захотелось. Какие-то марки люксовые вам приносят больше прибыли? Какие-то более имиджевые? Что для вас вот… Что core-бизнесом является? От чего вы будете сильно расстроены, если вдруг эта марка от вас уйдет? Это… Это не марка, это бренд. И называется он «Боско». И вот за эти 20 лет, с 91-го года, мы строим бренд «Боско и челедж». Это… Куда же он от вас уйдет? Да. Разница. Я надеюсь, что это никуда, поэтому мы его и строим. Поэтому, в конце концов, на том или ином этапе большие, очень уважаемые марки-производители, они выбрали нас в качестве партнеров. Или мы их выбрали. Но многие западные бренды выходят самостоятельно, и известных российских ритейлеров покидают и выходят в такое свободное плавание. У вас есть какие-то такие чувствительные бренды? На сегодняшний день нету точно. И в любом случае, я не думаю, что это… В том числе и у наших товарищей конкурентов какой-то уж драматичный исход. Абсолютно нет. Потому что для нас важно иметь очень прочные, очень честные отношения с конечным потребителем. Если мы, как Боско, будем предлагать ему завтра новую марку, и будем это делать хорошо, и это будет хороший продукт, то он к нам придёт. Луи Виттон. Он всегда был отдельный, самостоятельный и так далее. Мы вместе с тем считаем его партнёром. Мы идём развиваться в ГУМ, и вот Луи Виттон приходит с нами. Мы идём развиваться в город Сочи, и Луи Виттон идёт с нами. Говоря о городе Сочи и о разных компаниях или странах, с кем вам приходится взаимодействовать, получается у вас очень большой калейдоскоп. С одной стороны, западные бренды, у них один менталитет, один стиль работы. С другой стороны, государство, Олимпийский комитет, где у вас другая функция, другая задача. Как вы балансируете? Ну, может быть, я вас немного разочарую, но в очень крупных западных компаниях абсолютно государственный имперский менталитет. Имперский менталитет? Особенно в американских компаниях. То есть управляемость огромными компаниями – это тот ещё бюрократический механизм. Отдельное государство в государстве. История с Олимпийским комитетом, история с экипировкой для нашей сборной, и бизнес, который вы на этом построили – это прибыльная история? Вообще это бизнес или это некая такая социальная инициатива? Я вообще люблю слово не «бизнес», а «предприятие». И это, конечно, не так, но расшифрую я так. Что такое «предприниматель», «предприятие». Как вы расшифруете? Ну, вот делю на всяческие корни и слоги. Вообще это делать всё для того, чтобы вам было приятно. А я тот человек, который бежит до того как. Предприятие. Перед тем, как вам сделать приятно, есть вот такой, как я, который немного суетится и готовит вам праздник. И в этом находит свою гордость, в конце концов. Но это всё-таки предприятие, которое в таком же режиме, как ваши остальные существуют? То есть минимум 15% прибыли, 4-6, а иначе закрываем. Или всё-таки по-другому вы к этому относитесь? Ну, конечно, это большой, длинный момент создания не только собственного бренда, но и собственного продукта. Потому что одно дело эфемерный продукт с нашими паспортами, с нашими журналами, с нашими «Боск фэшн виками» или фестивалями, или «Сколково». И другое дело – продукт, который вы можете пощупать. Который либо плох, либо хорош. Который имеет свои потребительские свойства. И, конечно, это такой большой довольно-таки вызов. И это более долгая история. И, конечно, это не два года. Уже 10 лет мы поступательны. Вы вошли хотя бы на ноль? На ноль в чём? В заработках. В те, вернее, вложения вы свои вернули, или вы болтаетесь на нуле, или хоть чего-то удаётся заработать. Есть большие инвестиционные обязательства, связанные со спонсорством Олимпийской команды России или Олимпийской команды Украины, или Олимпийской команды Испании, в которую мы одеваем. Это один. Другой момент – это инвестиционные проекты, связанные с открытием магазинов, с созданием продуктов. На бадиле рассматриваете? Ну, конечно, потому что… Всё равно же первая – это тоже затратная часть. Ну, это для всей группы. Я отношу это так, что вся группа… Купила права… Я успокаиваю, конечно, себя. Мы все вот купили права, а дальше – это отдельный бизнес, на который мы будем считать уже по всей гигиене. Ну, конечно. Вот если так делать, то да, это хороший и прибыльный бизнес. А если в затратную часть включить те издержки на вход, на входной билет… То это неправильно сделать. То это неправильный бизнес. Нет, нет. Неправильно включать. Неправильно считать. То есть это отдельная ваша беспонсорская история? Ну, конечно. Это неправильная методика. Потому что вся вот наша большая штуковина, она нарабатывала на то, чтобы в какой-то момент начать производить и распространять и в России, и не в России свой продукт. Вот. И когда я говорил, что какая марка будет неуспешной, вы расстроитесь – это БОСК. Вот если мы сделаем этот продукт с курточками, который не будет воспринят, востребован, конечно, я расстроюсь. А сейчас какой уровень покупок вообще? Вы ожидали больший спрос, меньший спрос? Нет. Мы, слава Богу, выполняем поставленные планы. Это тот спрос, который… Сейчас он будет еще более взрывной. Из-за того, что мы выйдем с новыми коллекциями. Исключительно в Сочи 2014. Это будет отдельный такой вызов, который нужно сдюжить. А какой объем продаж приблизительно? Ну, на сегодняшний день объем продаж осуществляется там… Если вы в рублях ориентируетесь… В рублях ориентируетесь. Ну, два миллиарда рублей. Годовой объем. Это в год, да? Да. Не очень большой объем. Это там еще все 10% нашего общего какого-то дела. Но от нуля – это много. То есть ни один такой известнейший бренд… Подобность. Как вы говорите, там, люкса по франчайзингу, который мы получили, такого старта, честно говоря, не имел. Кроме всего прочего, вот здесь мы делаем еще и франчайзинг уже собственной марки. То есть из этих 50… То есть здесь кто-то из регионов может приехать и сказать, я хочу продавать «Боско Спорт»… Никто, а это… Достаточно. Да, мы же так много всего натерпелись, так много научились. От «Максмары», «Маскина», «Этро», «Армани», «Дзенни», «Кранавиани». То, что они от вас требовали. Конечно. Так что вы знаете, чтобы просить… Что мы теперь утюжим. Ну, кто-то из наших зрителей, кто в каком-то городе хотел бы заняться небольшой розничной торговлей, может прийти к вам и сказать, я хочу продавать костюмы «Боско Спорт». Должен быть профессионально подготовлен. Ну, он будет профессионально, если он имеет какие-то розничные возможности. Да. Сколько это стоит? Какая-то франшиза? Какая-то сумма? Нет, вы имеете в виду… Ну, гарантировать объем продаж какой-то должен. Так называемый пушальный взнос. Нет. Этого нету. Есть определенный набор требований, которые должны быть. Конечно, есть, как вы называете, бизнес-план на определенный… Обязуюсь продать 100 курток за год. Если обязуешься, прогарантировал, пожалуйста, бери. Ну, мало сказать «да», я потом скажу «не смогла». На самом деле, какие-то предпосылки для того, чтобы это случилось. Потому что 100 курток продать в Москве гораздо более вероятно, чем, не знаю… В каком-нибудь небольшом городе. Можно пару личных вопросов перед тем, что мы закончили? До этого какие были? Семейные. Говори вашей терминологией. Я почти это дело не разделяю. Вы боитесь чего-нибудь? Есть какие-то бизнес-страхи? Послушайте, вы умудряетесь перпендикулярно задавать вопросы. Мы стараемся. Боитесь чего-нибудь и есть ли какие-нибудь бизнес-страхи? Вот два мира, два детства. Чего боитесь с точки зрения бизнеса? Послушайте, вот это кусочек жизни. Ну, вот я по жизни, ну, конечно же, чего-то боюсь. Как нормальный, мне кажется, человек со своими неврозами. Боитесь государства, боитесь чего? Ну, в свое время люди боялись, чтобы не было войны. Потом люди начинают бояться, что будут плохо себя чувствовать самые близкие люди. И боюсь разочарований, боюсь того, что не хватит куража, несмотря ни на что, продолжать идти в завтра, а не смотреть все время на вчера и не наслаждаться сегодня. Ну, конечно, боюсь того, что в какой-то момент просто не справлюсь с той ответственностью, которая существует. А у вас не было таких мыслей? Вот страшно, вот Ходорковского посадили, мало ли как дело обернется. Может быть, продать все лучше? Сейчас пока время хорошее, может быть, цена правильная. Продать все и до уехать? Пока можно выручить какие-то хорошие... Мне странно, что я в телевизоре говорю откровенные вещи, но, тем не менее, нет. У меня не было мыслей продать, у меня нет мыслей уехать, и не было. И мне кажется, что мы еще покарабкаемся. Спасибо большое. Это был Михаил Куснирович, глава «Боско Фэмили» компании «Боско Дичи Ледович». Спасибо вам, Марина. Спасибо за откровенность. КАПИТАЛИСТЫ НА ДОЖДЕ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...